В эфире телеканал РБК Уфа, программа «Дело». Меня зовут Искандер Махмудов. Здравствуйте. Даже успешная игра национальной сборной по футболу не способна отвлечь россиян от планов по повышению пенсионного возраста. Еще ничего не решено окончательно, но уже сейчас проходят петиции, пикеты и митинги против. Сегодня мы обсуждаем эти планы с гостями студии. У нас в студии Марат Касимович Кусаинов, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, и Рустам Ринатович Ахунов, председатель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Первый вопрос вам, Марат Касимович. Все-таки профсоюзы, вы представляете интересы трудящихся. Вы выступаете абсолютно против этой реформы. Как она проводится? Вы выступаем мы не против реформы, мы выступаем за то, чтобы не проводить ее в таком поспешном варианте, в котором предложено правительством Российской Федерации. И это предложено вообще неожиданно, когда буквально за месяц-два были разговоры о том, что мы не будем предлагать повышение пенсионного возраста. И вдруг, прямо в начале чемпионата мира, мы вытаскиваем вот эту наболевшую проблему. Реформы нужны пенсионным законодательствам, но нужны очень аккуратно, чтобы не навредить, прежде всего, трудящимся, не навредить поколениям работающим. Поэтому реформы нужны, и необходимо менять это. Но не в таком виде. Но не в таком виде, да, кардиналов. Рустам Ренатович, по данным Росстата, у нас 72 миллиона человек в России занято тем или иным видом экономической деятельности. И они работают. Неужели пенсионных отчислений этих людей недостаточно для того, чтобы платить пенсии будущим пенсионерам? К сожалению, это факт. Мы имеем дело с очень существенным дефицитом бюджета пенсионного фонда, который, к сожалению, не может обеспечить действующих пенсионеров достойной пенсии. И разрыв между средней заработной платой в экономике и размером пенсии, он, значит, очень существенный. То есть, примерно коэффициент замещения, как говорят экономисты, составляет около 40%. И, на мой взгляд, экономическая аргументация приводит нас к выводу о неизбежности проведения повышения пенсионного возраста. И более того, я с Марат Касимовичем не согласен в том, что эти реформы были внезапны. На мой взгляд, мы давно к этому готовились. Эта инициатива давно обсуждалась. Но правительство, понимая важность этого вопроса, на мой взгляд, срок этого решения переносило. Марат Касимович, если говорить про разрыв между пенсией и средней заработной платой, вот у нас есть еще такая вещь, как регрессивная шкала отчисления соц.износов. Люди больше 80 тысяч получают, и работодатель всего лишь 10% вместо 22 отчисляет. Это проблема с точки зрения профсоюза? Мы считаем, что это действительно проблема. Это один из путей наполнения Пенсионного фонда Российской Федерации. И, кроме этого, когда вы задавали вопрос о том, что с 72 работающих отчисляются страховые износы, Пенсионный фонд, не надо забывать о том, что у нас по самым скромным подсчетам порядка 30 миллионов человек работают в серой занятости. То есть за этих людей или частично, или вообще не отчисляются никакие страховые износы. То есть по оценкам экспертов, фонд оплаты труда вот этой категории людей порядка 10 триллионов рублей. Но вы как профсоюзов тоже боретесь за тем, чтобы люди получали белую зарплату? Безусловно, да. Мы пытаемся, и прежде всего, конечно, это вот вместе с Министерством семьи, труда Республики Башкорстан, с нашими контрольными надзорными органами, и профсоюзы участвуют в этой программе. Мы заинтересованы в том, чтобы вся трудовая наша деятельность была легальной. Хорошо. Если говорить, Рустам, про людей с доходами выше 80 тысяч, если сделать для них плоскую эту шкалу, они что со своими доходами начнут делать? Работодатели что будут, прятать их? Ну, во-первых, надо понимать, мы говорим о том, что страховые износы оплачивает работодатель. Соответственно, это прежде всего стимулирование работодателя выплачивать более высокую заработную плату. А что такое 80 тысяч? Вот социальные, социологические, экономические исследования показывают, что нормальным размером оплаты труда сегодня для того, чтобы человек мог не только удовлетворять свои материальные потребности, но и развиваться, посещать культурные учреждения, заниматься спортом, это 60 тысяч. На мой взгляд, это хорошая попытка путем, и регрессивная шкала доказала это, стимулирует предприятие, первое, выплачивать легальную заработную плату, и второе, стимулирует работодателей повышать заработную плату. Марат Касимович, если говорить про уровень зарплат, вот профсоюзы, у нас же есть и независимые профсоюзы, вообще борются за повышение зарплаты. В некоторых отраслях, например, авиадиспетчеры, пилоты, авиакомпании получают зарплаты, которые даже выше, чем у некоторых коллег из Восточной Европы. То есть успехи есть. Вы тоже боретесь за то, чтобы было повышение зарплаты, или что? Как это соотносится с пенсионными делами? Мы тоже об этом и говорим, что наполнение пенсионного фонда мы предлагаем решить за счет повышения уровня оплаты труда. Вот Рустам Ринатыч об этом сейчас сказал, что по 60 тысяч. То есть действительно, это вот та, наверное, сумма, наверное, даже может быть и минимальная сумма, которую должны получать. И, соответственно, отчислять с этой суммы эти денежные средства. Поэтому наши профсоюзные организации, наши отраслевые профсоюзы, федерации профсоюзов через наши коллективные договора, через соглашения отраслевые, через республиканские соглашения, на всех этапах оно ставит вопрос повышения уровня оплаты труда. То есть у нас есть два способа. Или повысить пенсионный возраст, или повысить зарплату. И пенсию все-таки возраст легче повысить, да? Ну, наверное, это самый, так сказать, легкий путь, на который как бы нацеливается государство. Но ведь надо понимать, что в государстве создана очень хорошая система контроля надзора. То есть там налоговые инспекции, да, там есть правоохранительные органы, федеральные службы безопасности. То есть я думаю, сегодня невозможно уйти ни в какую тень. Сегодня все прослушивается, просматривается. Тем более принят закон Юровой, который просматривает там все телефоны. Ну, хорошо. Вот если говорить про уровень налогообложения, Рустам Геннадьевич, говорят то, что некоторые считают, что у нас достаточно низкий уровень налоговой нагрузки на предприятия. Дескать, в Европе больше платят. Это правда? Или вы не согласны с этой точки зрения? Не согласен, конечно. То есть соотношение между налогообложением и физических лиц, и юридических лиц абсолютно отличается от налогообложения в Российской Федерации. У нас налогооблагается главным образом предприятие, и в меньшей степени физические лица. В силу объективных причин, главным образом связанных с высоким уровнем бедности в стране. Тогда как в развитых странах, прежде всего Западной Европы, наоборот, то есть прогрессивная шкала налогообложения, больше платит тот, кто больше владеет, а предприятие и организации, безусловно, стимулируются за счет снижения, постепенно снижения налоговой нагрузки. Но в целом, если говорить о западноевропейских странах, они очень социально ориентированы, и в целом объем налоговой нагрузки достаточно высок для того, чтобы государство выполняло свои социальные функции. В том числе по пенсии. В том числе по пенсии. И вот если мы говорим о продолжении темы пенсии, первое, я считаю, что неизбежно, а второе, очень важный аргумент, который в пользу повышения, это надо его соотнести с последним майским указом президента, в котором ставятся очень амбициозные задачи. Вот то, что непосредственно связано с повышением пенсионного возраста, я отмечу две основные ключевые цели. Это сокращение уровня бедности в два раза. Значит, это первая задача. А второе, значит, это увеличение продолжительности жизни. Вот если обе эти цели будут реализованы, то повышение пенсионного фонда, оно будет аргументировано и достаточно даст хороший результат. Марат Касимович, вот у нас недавно совсем подняли МРОД до прожиточного минимума, да? Вот на это можно смотреть, как на панацею такое решение проблемы по повышению отчисляемости, например? Ну, нет, это, конечно, безусловно, очень положительный шаг в том направлении, что мы об этом уже говорили много лет. Но мы сегодня ставим другую планку. Ну, что такое минимальный размер оплаты труда? Это выживать. Да, это же просто выживать. Действительно, на эту минимальную размер оплаты труда это фактор биологического выживания. Поэтому действительно необходимо решать повышение оплаты труда прежде всего. То есть, мы сегодня недооцениваем уровень заработной работы наших всех работников. Мы весной говорили о том, что даже повышение МРОД до прожиточного минимума представляет определенные проблемы для бюджетных организаций. Вот дальнейший рост зарплат обязательных, минимальный размер оплаты труда, он тоже приведет к таким же проблемам? Усугубит их? Ну, понимаете, ведь бюджетники откуда получают заработную плату? Они получают из тех средств, которые зарабатывает промышленность, отчисляют, в том числе и заработная плата промышленных рабочих, да, эти НДФЛ там, и бюджет эти все. Соответственно, чем больше будет заработной платы в промышленности, соответственно, и будет больше средств на повышение оплаты труда бюджетников. Поэтому все это взаимосвязано. Рустам Ренатович, у нас все-таки пытаются провести реформы и добиться того, чтобы люди дольше работали, и есть такой термин, как люди третьего возраста. Работодатели, они охотно берут людей после 60-ти? Есть такая статистика, которую я приведу. Если сегодня человек, который достиг пенсионного возраста, сегодняшнего пенсионного возраста, первый год после выхода пенсионного возраста, работает 60% человека. То есть, по сути дела, люди хотят работать. Это один год. Нет, в первый год. Безусловно, далее ситуация меняется. Вот тот вопрос, Искандарь, который вы затронули, это ключевое сегодня для экономистов. Насколько экономика сможет создать рабочие места? С одной стороны, мы имеем какую проблему, что у нас демография принуждает нас к тому, что численность трудоспособного населения сокращается, и наши прогнозы демографические и для республики показывают острую потребность в новых кадрах. Соответственно, повышение пенсионного возраста высвобождает, дает экономике кадры. И в целом по стране, по разным оценкам, это минимум в год уже, вот даже в 2019 году, плюс 300 тысяч человек. Но, Марат Касимович, промышленность у нас готова принимать на работу людей вот уже в новом пенсионном возрасте, да? После 60? В принципе, и сегодня никто не запрещает работать и после достижения пенсионного возраста. Все это зависит от, конечно, прежде всего, желания самого работника, от его возможностей здоровья. У человека, например, работает в шахте, в горячем цеху. Ну, я думаю, там люди, они не будут даже работать. Сегодня в шахте это вредные условия труда, соответственно, там уже есть определенный возраст выхода на пенсию, который не предусматривает уже там работу в шахте. Поэтому, вот понимаете, здесь проблема в чем? Проблема, прежде всего, конечно, это трудоустройство молодежи. Если мы увеличиваем пенсионный возраст, соответственно, люди будут продолжать работать, достигшего этого возраста, а кто, соответственно, не будут освобождаться рабочие места для молодежи. Куда они придут? Куда они придут? Завтра, уже в 2019 году, у нас порядка 50 тысяч выпускников, там, студентов придет на рынок. Трудоустройство, да. И эти 50 тысяч будут заняты вот этими людьми, которые продлили срок выхода на пенсию. К сожалению, время нашей передачи ограничено. Последний вопрос вам, Рустам Ремантович. Есть ли такая вероятность, что повышение пенсионного возраста, например, на монотерриториях негативно скажется на рынке труда, где ограничено количество работодателей? Скандарь, на ответ на этот вопрос зависит от того, насколько системно будут реализованы другие цели и задачи, которые сегодня ставятся правительством. К 1 октябрю мы увидим массу мероприятий по реализации указа президента. Я искренне надеюсь, что реализация этих мероприятий позволит нивелировать негативные процессы, связанные с повышением пенсионного возраста. Большое спасибо за беседу. По данным аналитического центра Юрия Левады, 89 опрошенных россиян негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию. Видимо, оставшиеся 11% россиян и принимали именно это решение. Сегодня с нами в студии был Марат Хусаинов, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, а также Рустам Ренатович Ахунов, председатель Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии наук. Всего вам доброго, оставайтесь с РБК.